В Сочи продолжается масштабный фестиваль современной журналистики «Вся Россия». Участники ежедневно посещают дискуссионные площадки и лекции с ведущими, политиками, деятелями культуры и известными журналистами. Ключевым мероприятием стал круглый стол, посвященный региональному телевидению и работе СМИ в условиях пандемии коронавируса. Говорили также и о том, как следует меняться журналистики, чтобы соответствовать интересам аудитории и не отставать от развития современных технологий. Детали в нашем сюжете. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в работу регионального телевидения. Количество просмотров резко возросло. Если непроверенную информацию жители черпали из популярных аккаунтов в социальных сетях, то официальные данные у телеканалов и на их ресурсах в интернете. Мы видели у многих рост на 30-40-50 процентов по интернет-трафику. Зачастую двукратное превышение происходило трафика. Потому что в тот момент, когда случились серьезные события в виде эпидемии и вопросов о жизни и здоровье людей, люди, прежде всего, стали обращаться к тем источникам информации, которым они доверяют, которые проверены, у которых есть репутация. Говоря о рейтингах, был отмечен и РГВК «Дагестан». Наш телеканал, несмотря на блокировку инстаграм-аккаунта, в самые краткие сроки вернул аудиторию и набрал более 200 тысяч подписчиков. Но проблема блокировки остается актуальной и сейчас стоит особенно остро. Никто не застрахован, говорят специалисты. Растут все телевизионные показатели, все показатели телесмотрения. РГВК «Дагестан» здесь не исключение, большие молодцы. Более того, осмотрение канала выросло не только, скажем так, в традиционной среде, просто через телевизор, но и во всяких нелинейных средах, то, что мы называем, в соцсетях, в новых медиа. Вы молодцы, прокачали новый инстаграм-аккаунт, в общем, ищете и находите свою целевую аудиторию, так сказать, везде, где она есть, и даете ей контент в том месте, в котором она готова ее потреблять, да, через любую соцсеть. Нужно одновременно ввести там чуть ли не по два аккаунта во всех возможных социальных сетях и площадках, потому что реально ты защищен и застрахован только на российских платформах. У меня нет задачи их рекламировать, я считаю, что мы должны вообще разрабатывать и внедрять все новые и новые отечественные стартапы, потому что вот видеокостинг, например, у нас основной YouTube. И это неправильно, потому что мы видим, как давление на российские СМИ усиливается не с каждым месяцем даже, а с каждым днем. В период пандемии появлялось все больше фейковых новостей, говорят журналисты. Ситуация показала, что СМИ нужно более тесно сотрудничать и коммуницировать с прислужбами ведомств, чтобы опровержения были оперативными. Также говорили на круглом столе и о необходимости национального вещания, причем не только на региональных телеканалах, но и на общественном телевидении России. Проблема в том, что общественное телевидение России не размещает рекламу в принципе. И я как раз и говорю, ну так и хорошо, раз там нет рекламы, то можно показывать контент на национальных языках, потому что принято считать, что под него меньше рекламы собираешь. Но для ОТР эта проблема незначима, там и так нет рекламы. К слову, потребность в национальном вещании есть. В частности, в Дагестане, считает генеральный директор РГВК Дагестан Елена Тагирова. Телеканал снимает передачи на национальных языках, и они популярны. Ну, на самом деле мы считаем, что было бы правильно, чтобы оно было, потому что в национальных республиках это крайне важный аспект, потому что у нас в регионе мы знаем хорошую обеспеченность цифрой, и если бы и высокогорные, да, то есть такие горные районы, они могли бы иметь возможность видеть программы на родных языках, да, которые мы выпускаем. То есть эта потребность есть на самом деле, то есть и об этой потребности вот говорили на этом форуме. На форуме также рассказали и о журналистских расследованиях. Специальный корреспондент «Медузы» Иван Голунов поделился, как и у кого брать проверенную информацию, и каковы основные ошибки в журналистских расследованиях. Умы Брагимова, Гусеньку, Лиев и Камила Раджабова. Время новостей. Сочи.